Привет, друзья! Это магазин emac.by. Меня зовут Игорь. Меня Павел. И сегодня к нам приехало новое моноколесо InMotion V10 без буквы F. Павел, ты не против? Мы откроем коробку и покажем нашим зрителям. Ну как новое? На самом деле колесо не совсем новое. Эта модель уже давно была на рынке, только компания моноколесо решил временно вывести, а затем доработать и собственно снова выпустить цвет. Теперь она получила некоторые доработки и несколько новшеств, которые позволяют ей оставаться конкурентоспособным. Паш, покажи на камеру, что это такое? Итак, здесь у нас в отдельной папочке идет документация, собственно, инструкция к колесу, технический паспорт и предостережение от самой компании, то есть как правильно эксплуатировать колесо. Это? Здесь у нас специальные подушки боковые, которые вы можете наклеить самостоятельно, то есть здесь у нас идет достаточно хорошая клейкая лента, которая защищена слоем, вы тут слой защитно снимаете и приклеиваете ее на колесо. Традиционная зарядная, которая не претерпела никаких изменений. Абсолютно. Те же 84 вольта и 1,5 ампера. Продолжение зарядного. Собственно, входной кабель зарядного, который подключается в 220 прожилки. Обратите внимание, все колеса, не только Inmotion, но многие другие компании поставляются в коробках, которые идут с таким пенопластом. Это защищает моноколесо от шоковых воздействий внешней и окружающей среды при перевозке. Ну, Павел, собственно, само колесо и я, допустим, наблюдаю V10 в первый раз. Аналогичным образом, потому что этого колеса достаточно долго не было на рынке. Все моноколесники, которые уже несколько лет катаются, помнят V10F, но не V10. Вот мне нравятся вот их ручки. Ручки V5F они идут. И V10F. Я вижу в этом колесе свое отравление. Оно отлично. Особенно, когда из коробки, оно просто отполировано и выглядит красиво. Наверное, стоит сказать о том, что он уже ставит новые педали. Да, именно. То есть, так же, как мы говорили в предыдущем обзоре на V8F, компания Inmotion начала установить новые педали. Их главной особенностью является то, что привычную резинку здесь заменил наждак. То есть, теперь вы будете очень крепко держаться на педали и имеешь шансов того, что здесь не сидите. Это позволяет ездить на большие дистанции без усталости в ногах. Паша, давай расскажем про технические характеристики данной модели. Итак, касательно технических характеристик. Двигатель здесь, в отличие от V10F, стал на 200 Вт слабее. То есть, здесь установлен двигатель 1800 Вт. В принципе, это особо ни на что не влияет. Эти 200 Вт, они особо не добавят вам скорости или мощности по залету на какие-нибудь бордюры или пандусы. То есть, разность не прочистится? Особо никакой. Только если вы доберетесь до предела веса этого колеса, тогда, может, они могут что-то сыграть. А так нет. Также изменений претерпел и аккумулятор, который здесь, в отличие от V10F, имеет емкость 650 Вт-часов. Этого хватает для того, чтобы проехать на нем около 70 км без дозарядки. Касательно внешнего вида колеса, оно, в принципе, почти что ничем не отличается от V10F, кроме вот этих полосок, которые на V10F имеют бордовый окрас, а здесь они серебристые. Можно вампира подгонять. Да. Так, попробуем его сейчас включить. И когда мы включаем моноколесо, видим, что у нас колесо не стоит. То есть, как будто мы нажали кнопку. Расскажи, Паша, что это такое? Так, поскольку это совсем свежее колесо, буквально при вас извлеченное из коробки, оно находится в особом режиме, режим транспортировки. В этом режиме гироскоп не функционалит. Но мотор вообще не поддается напряжение ни при каких условиях. Это сделано для того, чтобы защитить колесо от холостого раскручивания при его перевозке. Вывести колесо из этого состояния можно двумя способами. Первый, это через приложение Emotion подключиться к нему. По Bluetooth. Да, по Bluetooth. А второй способ, это подключить к порту зарядному, зарядное устройство на 2-3 секунды. Это также может вывести колесо из режима транспортировки, и тогда его можно уже использовать как любое другое моноколесо. А вот давай мы это сейчас и проверим. Обязательно. Давай, Павел, попробуем подключиться. Так, открываем порт, собственно. И, чтобы все соотнести, поехали. Звуковой сигнал. Ждем несколько секунд. Подожди, ну ты же кнопку не нажимай пока, на поставке колесо стоит. Логично. Ну все, я думаю, достаточно. И извлекаем зарядную скорость. Мы попробуем снять его. Теперь мы его снимаем с подставки. Ставим. Нажимаем кнопку активацию. И, как вы видите, колесо у нас полностью активно. То есть функционирует оно без каких-либо проблем. Павел, смотри, у нас как бы есть весы достаточно такие точные. Давай-ка мы взвесим это моноколесо, сколько оно весит. Так. Для этого, наверное, лучше его выключить. Ну да. Сначала активируем весы нажатием. Затем ставим моноколесо. Итак. 21 килограмм. Итак, разобрались. Значит, вес моноколеса 21 килограмм. Кстати, V10F весит также 21 килограмм. Слушай, так какая же все-таки разница между V10 и V10F? Для чего это колесо вообще заводит? А основная разница между V10F и обычной десяткой заключается в цене. Оно в среднем стоит на тысячу рублей дешевле. И это позволяет людям, которые очень сильно хотят купить себе быстрое, мощное моноколесо, но не хотят копить много денег и тратить на это ему времени, приобрести себе такое колесо без вот этого внутреннего ожидания. Десятка обновленная как раз-таки колесо для широкого потребителя, которое можно приобрести, не влазь, а в кредиты там, не работая на сверхвысокоплачиваемой работе. Это колесо для тех людей, которые хотят познакомиться с электротранспортом, но не начинающего-то низкого, а сразу вкусив всю мощь. Так, и та большая аудитория, которая смотрит нас, 1000 рублей. Это белорусские рубли. Эквилент 480 долларов. Это вроде бы такого. Ну да, примерно так. Потому что у меня были нюансы некоторых вещей, и у меня спрашивают, что всего лишь... Нет, не всего лишь. Это эквивалент 480 долларов. Я считаю, что это очень весомый аргумент для того, чтобы если вы хотите взять мощное колесо на 480 долларов дешевле, чем в 10. Да, неплохо. Молодцы. Завод не стоит на месте. Завод ищет какие-то выходы для того, чтобы делать свою продукцию интересней, доступней, ну и не останавливаться на достигнутом. А с вами был магазин Yamag.by. Меня зовут Игорь. Меня Павел. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok